здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня я расскажу вам о том как я посетила арктический салон 2022 в петропавловской крепости санкт-петербурга и так абсолютно случайно я нашла это мероприятие на просторах интернета и решила сходить петропавловскую крепость и посмотреть что же это такое арктический салон говорят за арктикой будущее надо изучать эту тему заранее в общем на подходе петропавловской крепости как всегда я увидела как люди кидают денежки на стоящие бревна рядом зайчиком почему зайчик потому что остров на котором находится петропавловская крепость называется зайчий остров и есть такое поверье что кто закинет денежку на эти бревна тот получит удачу счастье очень много туристов в этот день посетила петропавловскую крепость и я решила погулять по петропавловской крепости вместе с моей новой камерой которая находится на моем новом смартфоне samsung видите как плавно теперь проходит съемка в момент когда я иду вот по такой вот достаточно крупной брусчатки итак мы заходим на территорию петропавловской крепости и нам открывается новый вид на остров очень много зайчиков расположили здесь это уже такой символ петропавловской крепости где все туристы и гости нашего города фотографируются с ними и сделали достаточно большое количество таких вот скульптура ну а я в поисках информации о том где и что проходит в каких местах что можно посмотреть а тем более снять подошла к стойке информации и спросила об этом у у человека который принимал гостей меня меня направили в несколько павильонов где есть и выставка и какие-то интерактивные шоу и также где есть автомобили и проходит концерт на площади и в общем я пошла бродить по всем этим пунктам первой моей станции был павильон где расположилась экспозиция связанная с арктикой у входа стоял вот такой вот полярный медведь и я зашла в павильон и сняла национальные костюмы арктические также здесь была представлена экспозиция различных барометров в общем каких-то видов палубы кораблей арктических также модельки арктических ледоколов и многое-многое другое а также на этой выставке не встретился робот алекс который рассказывал про арктику и с ним очень интересно общались дети и мне тоже удалось немного общаться немножечко я пожалую ему руку и пошла дальше следующие павильоны сейчас я вам покажу еще продолжение этой выставки что тут можно было увидеть вот пожалуйста смотрите различные предметы быта украшения какие-то куколки пункты такие как современные угги юрта сани в общем картина полярной зимы полярного дня ну а сразу после холодной арктической выставки я попала на пляж петропавловской крепости где люди загорают и даже купаются хоть и запрещено у нас купаться но некоторые все-таки заходят в воду чтобы охладиться прямо напротив эрмитажа местные жители купаются и загорают так как у нас сейчас петербурге стоит 30 градусная жара вот так вот выглядят петербуржцы в центре северной столицы после этого я пошла на площадь где стояли полярные станции и там детишки могли пройти какие-то квесты ну я не стала это вникать пофотографировала и поснимала вот такие вот скульптурки совы оленя а также на площади очень интересно дети маленькие дети общались с полярными медведями мне очень понравилось как они их обнимают пытаются свалить но медведи оказались непристойными выдержали натиск вот таких вот детей развлекали тем самым публику после этого я пошла дальше зашла в какой-то павильон где рассказывали где показывали фильмы про арктику а также можно было сфотографироваться на фоне снегов сугробов айсбергов и вот как люди фотографировались на этом фоне вам показываю сейчас на главной площади стояла большая сцена и там выступали детишки пели песни танцевали вот и там показываю вам небольшой кусочек из выступления маленькой звездочки а 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 Дальше я проследовала к площадке с арктическими автомобилями, вездеходами, вот на таких вот гусеницах по Арктике двигаются наши, даже не знаю, айсберг-ходы. Очень интересно было разглядывать эти автомобили, вот этот вот, допустим, шерф, такие огромные колеса, наверное, высотой мне по шею будет, как он там ездит, передвигается по Арктике, ну, можно себе представить, очень интересно. Также был представлен дрон, который летает в минусовую погоду на арктических просторах. Также здесь рядом стояли вот такие вот надувные сани, я даже не знаю, наверное, они тоже используются в арктических льдах, но чаще мы можем увидеть такие надувные матрасы на море, на которых катаются на катера. И после этого я зашла вот в такой вот павильончик, где получила сувенир. Сегодня я посетила фестиваль Арктики и получила вот такие вот красивые флешки. Сейчас покажу. В Петропавловской крепости присутствуем. Там вот смотрите, какие автомобили. Ну, я вам отдельно покажу в ролике. Очень красивая такая экспозиция, хороший фестиваль. И мне очень понравилось с Арктикой же будущее. Смотрите, какую мне флешку дали. Я еще одну спросила, мне сказали, можно. Так что у меня теперь будет две флешки на 8 гигабайт. Бесплатно. Вот так вот иногда ходишь по мероприятиям и что-то получаешь. Очень классные флешечки питерские. Класс. Ну, а сейчас люди рядом с Петропавловской крепостью. У нас есть такая площадка вертолетная. Откуда? Каждые 15 минут летает вертолет. За 5000 рублей можете посмотреть центр Петербурга с высоты птичьего полета. Сейчас сниму, как будет взлетать этот вертолет. Классный подарок получила. Мне очень нравится. Написано Санкт-Петербург 2022. Кстати, за Арктикой будущее. Вот такая была у меня прогулка по Петропавловской крепости. Вот один прекрасный летний суббогий день. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорой встречи. Продолжение следует...